На этом корабле в дальнее плавание не отправишься. Но для юных жителей с улицы Лесной он является одним из любимых мест времяпрепровождения. С наступлением вечера сказочный городок наполняется детьми со всего района Карпат. Они здесь не только играют, но и проводят экскурсии для всех гостей, в том числе и взрослых. Смотрят, графируются, тоже спрашивают, как вам все это удалось сделать. Рассматривают, трогают все. Удивляются. Вот так интересно. Детям здесь очень интересно. Они говорят, мам, почему мы сюда каждый день вообще не приходим. Сказочный городок вырос на месте запущенного сада. Его создателем стала Светлана Викторовна Анисимова. Пришла идея уже давно. Родился ребенок, здесь был сад запущенный. Надо, наверное, для ребенка сделать что-то. Сначала песочницу, а потом уже пошла фантазия. Желание привнести сказку в жизнь сына Максима и соседских детей было настолько сильным, что создательница городка не испытывала недостатка в идеях. Из подручных материалов Светлана Викторовна смастерила несколько теремков – мельницу, колодец и другие сооружения. В ход пошло все – дерево, старый линолеум, запчасти от транспортных средств, пластиковые бутылки, ткань, солома. Недавно в сказочном городке был пожар. Огонь уничтожил треть построек. Но Светлана Викторовна восстановила разрушенное. Таким образом появился пиратский уголок. Максим, сын, говорит, мам, сделай мне пиратский уголок. И вот то, что я нашла, какие-то детали, сундук даже бабушкин, представляете, сколько сундуку лет, и сделала по возможности что-то пиратское. В задумках у мастера договориться с кем-нибудь и завести песок, чтобы завершить картину морского побережья. В планах усовершенствовать пиратский корабль, доделать озеро. Соседские ребята выразили готовность помочь Светлане Викторовне, что они делали уже не раз, поскольку сказочный городок – это их любимое место отдыха. Во-первых, здесь очень интересно. Мы собираемся с друзьями, нас здесь очень много. Мы веселимся, играем, разговариваем, сообщаемся с Светой, в чем-то ей помогаем, советуем. Как говорит создатель чудесного городка Светлана Анисимова, чтобы сделать жизнь других яркой и сказочной, сверхстараний не нужно, как и большого количества времени. Когда есть сильное желание создать что-то удивительное, и когда есть такие помощники, как у Светланы Викторовны, любая задумка может воплотиться в реальность. Если бы большее количество жителей занимало такую позицию в вопросах благоустройства, то Кузнецк стал бы городом мастеров.